Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, депутат Сейма Любовь Швецова у нас в студии. И, может быть, добрый день, и, может быть, мы начнем с такого интересного вопроса. Вот я знаю, что вы попросили или потребовали даже проверить на соблюдение этических норм своего коллегу, господина Бондарса, который, я так понимаю, так вот интересно отписал имущество своей жене. Мы знаем, что происходит судебный процесс, уже, по-моему, две инстанции прошло по поводу Латвия-Скрайбанка. Ну и, я так понимаю, что возникли подозрения, не спасает ли он таким вот образом имущество. Ну, начнем все по порядку. Почему вы решили, как бы, привлечь внимание общественности к этому факту? Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я ознакомилась внимательно со статьей, которая была опубликована в газете ДНР. И я считаю, что господин Лапса достаточно умелый специалист и эксперт в области анализа данных и информации и умеет найти определенные слабые места и риски, исходя из анализа информации. Я обратила внимание, что он ссылается на информацию из системы расы службы госдоходов, которая говорила о том, что супруга господина Бондерса получила дарение в размере 205, если не ошибаюсь, 1000 евро. И дарение было сделано ее супругом. Затем я проанализировала информацию в базах данных по поводу судебных заседаний господина Бондерса и проанализировала судебные решения, согласно которым господин Бондерс был признан соответственным за нанесенный ущерб Крайбанке и вкладчикам Крайбанке. Внимательно изучив даты, когда начался процесс платежеспособности, это было в 2011 году, затем, посмотрев, когда именно господин Бондерс подарил супруге деньги, если не ошибаюсь, сейчас из головы это было в 2013 год, и посмотрев, что судебные заседания начались в 2015 году, я пришла к выводам, что, по всей видимости, с 2011 года, вступив в процесс ликвидации, администраторы констатировали целый ряд возможных нарушений, которые привели к уводу денег, к перечислению денег Крайбанка на счета офшорных компаний, на счета шелл-компаний офшорных, получателем истинной выгоды которых являлся сам господин Антонов. Причем перечисления денег были приведены и были покрыты обязательства даже не давных офшорных компаний, а господина Мюллера, который являлся партнером господина Антонова по сделкам и по совместному бизнесу в компании Спайкер, которая занималась производством спортивных машин САП. То есть анализ информации судебного решения о перечислении денег, о истинных выгодополучателях и об истинных получателе денег, я пришла к выводу, что деньги были выведены из банка, и в результате вывода этих денег банку был совершен ущерб в размере 15 миллионов евро. И о том, что такой ущерб был совершен, к такому же мнению пришел и суд. Причем суд как первой инстанции, так и второй инстанции окружной. То есть две инстанции суда признали, что господин Бонтерс ответственен, в том числе за вывод денег вкладчиков в крайбанки на офшорные компании. Поэтому, логично, посмотрев также информацию о предприятиях, которые зарегистрированы на членов семьи господина Бонтерса, посмотрев на информацию, доступную, какие налоги уплачивают данные компании или сообщества, я пришла к выводу, что они в течение трех лет не платили ни одного цента налогов. Интересно, да. Поэтому, получается, если госпожа Бонтерс заявляла публично, это тоже доступно в публичной базе данных, что она содержит семью, а при этом не зарегистрирована как налогоплательщик, согласно статье в ДНИ, если компании, которые принадлежат ей и ее детям, тоже в течение трех лет не платят ни одного налога. То есть хозяйственной деятельности фактически нет? Практически. То есть официально не указано. Тогда публичное выступление того же господина Бонтерса и его супруги о том, что после кризиса Крайбанки, после судебных решений, которые наложили инкасса на денежные средства самого господина Бонтерса, непонятно, каким образом семья выживает. И отсюда логично вытекает один-единственный вывод. Господин Бонтерс, финансовую подушку, которую ему выплатил банк, за то, что он сквозь пальцы смотрел на переведение деньги в офшоры, подарил супруге для того, чтобы обеспечить какое-то время стабильность семьи, супруги и детей, и свою собственную личную, без риска быть конфискованными данными деньгами судебными исполнителями. А все-таки поясните, может быть, и как юрист, ведь все равно, я так понимаю, что бывают случаи, когда даже попытка вот таким вот образом увезти деньги, все равно может быть и эти средства потом арестованы. Это все зависит от того, насколько судебные исполнители или истец, в данном случае, которые являются, заинтересованы и проводят дальнейшие меры по возврату денег. То есть, если бы они отслеживали движение денег и обратились к супруге, то, безусловно, данные деньги могли бы быть взысканы. Но я думаю, что затем последующая информация в прессе о том, что господин Бонтерс разделил имущество с супругой, тоже являлась одним… То есть, врачный контракт. …одним, безусловно, это был один из способов того, чтобы не было возможности взыскать денежные средства с членов семьи, а именно с супруги. Что на Ваш взгляд, вот, не знаю, ну, избиратели сами будут решать, а что на Ваш взгляд могут сделать, не знаю, коллеги по Сейму, или это вообще уже должны правоохранительные органы заниматься этим, не только в рамках гражданского процесса? Что вообще сейчас делать, на Ваш взгляд? Я, лично я, направила в том числе запрос не только в комитет по этике Сейма, но и запросы в службу госдоходов и, соответственно, в КНАП с просьбой в рамках их компетенции рассмотреть данные факты и действовать согласно их компетенции и полномочий. Безусловно, я считаю, что там есть основания для проведения проверок и для запросов дополнительной информации. Мое подозрение подтверждает хотя бы тот факт, что служба госдоходов просила у госпожи Бондары, чтобы она подала документы на происхождение вот этих как раз денег, которые она, как она пояснила в пояснении службе госдоходов, получила подарок от супруга. И это означает, что риски у госпожи Бондары однозначно существуют. Если мы посмотрим промежуток времени, когда началось судопроизводство, уровень доходов господина Бондарса и уровень уплаты налогов, вернее, вполне еще их неуплаты, то мы придем к логичному выводу. Невозможно содержать дом, который у госпожи Бондара и семью из четырех человек на тот уровень доходов, который господин Бондарс лично сам официально пояснил. С учетом даже инкассо особенно, да? Поэтому я считаю, что мне понятна сама по себе тактика поведения и защиты господина Бондарса. Он не отвечает на вопросы, он просто-напросто приходит к красочным описаниям и расхваливает свою супругу как художницу. Моя позиция – это очень хорошо быть художником, зарабатывать деньги, продавая картины, но господин Бондарс является руководителем бюджетной финансовой комиссии. Сейма. Господин Бондарс руководит и в этом, в прошлом году руководил, и в этом году, и в следующих, по всей видимости, будет продолжать распределением государственного бюджета. И распределением государственного бюджета, менеджмента, руководит человек, которого две инстанции суда признали ответственным в выводе денег в офшорные компании, супруга которого, по всей видимости, не платит налоги и не указывает суммы сделок и доходов от продажи картин. Дискутабельный вопрос, а кто именно покупает картины тогда госпожи Бондарс? Господин Бондарс не ответил на этот вопрос. И это хорошо, если покупает. Только покажите, пожалуйста, сумму доходов, объясните обществу, кто купил ваши картины, и уплатите за них налоги, чтобы отношение к члену бюджетной комиссии было такое же со стороны службы госдоходов, как и ко всем остальным людям. Вот интересна такая ситуация. Я не знаю, может быть, я такое эритарическое опозу даю. Но вот вы сейчас упомянули, что господин Бондарс является председателем комиссии по финансовому бюджету и налогам, кстати говоря, да? А еще есть один депутат Сейма, он, правда, я так понимаю, сейчас лишен иммунитета, под следствием находится господин Закатистов, который возглавляет Коалиционный комитет по развитию. Вот это как раз тот комитет или совет, который обсуждает все налоговые инициативы. Да, ну, я так понимаю, это не единственный персонаж в Сейме, который сейчас под следствием находится, занимает ответственные посты, мы можем дальше этот списочек проводить. Что это? Это просто как бы случайное совпадение, или это в принципе, ну как, коалиция считает это вполне нормальным явлением, на ваш взгляд? Я после заседания комиссии по этике, во время которой, кстати, самым удивительным образом, представители руководящих партий, на самом деле, не интересовали пояснения господина Бондарса, а интересовала информация, откуда я узнала о картинах, откуда я узнала о покупателях картины, и Эва Бондары, и каким образом я решила, что это является неэтичным и противозаконным. Я задалась одним вопросом. Насколько этично, неэтичность депутатов Сейма, которые являются под, в том числе, как господин Закатистов, подозреваемыми в финансовых махинациях и финансовых преступлениях. Я не говорю сейчас относительно того, что эти люди, уже констатировано, что они ответственны за финансовые махинации в суде, в прокуратуре. Мне кажется, что абсурдность и неэтичность, она очевидна. Но, опять же, смотря на то, что коалиция правящих политиков достаточно монолитна, и как монолитно и дружно сыграла отрепетированную роль во время заседания комиссии, а иначе только три заранее прорепетированные выступления я не могу назвать происходящее в комиссии, я бы сказала, что чувствуется, или я почувствовала некоторый стресс и желание защитить соратников от возможных посягательств оппозиции. И когда я затем еще немножко посмотрела о госпожа Пакула, курсы для руководителей комиссии, оказывается, она же и является мамой депутата от списка от истибы пар в Рижской Думе. То есть, как можно сказать, распределение рисков это можно назвать. Мама стартует всем от национального объединения, сын стартует всем от списка от истибы пар. И теперь скажите мне, пожалуйста, как госпожа Курси и Тепакула объективно будут оценивать возможное нарушение не только этики, но и правовое соратника и однопартийца своего сына? Ну, случайное совпадение. Да нет, если мы посмотрим немножко поглубже и увидим некоторые другие связи, проанализируем их, мы увидим некую семейственность и понимание того, что является этичным для правящей коалиции и что является неэтичным для оппозиции. То есть, то, что позволено Юпитеру, то не позволено, скажем так, Это вот, да, я помню, какие оппозиционные крики, когда, я так понимаю, что это происходило в Рижской Думе, тоже кричали про мораль и этику, но только, видимо, когда это к ним не относится. Безусловно. Это понятие очень относительное и, оказывается, очень зависит от того, из какой именно структуры, из какой политической силы вы представляете, скажем, электорат. Я считаю, что, в принципе, само по себе распределение сил и отношение к оппозиции, оно априори неэтично. И если мы говорим, то количество голосов, которые были отданы за согласие и отношение к согласию, в том числе, значив, допустим, господина Закатистова руководителем комиссии по налоговому и абсолютно отменив предложение Игоря Пеменного о создании подкомиссии в Сейме, для того, чтобы и оппозиция могла принимать участие в важных вопросах разработки налогового обложения для государства. Ну, мне это очевидно, например. По налогам мы поговорим, может быть, во второй части. Первый успеем на принятии звонок нашего радиослушателя. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Во-первых, я хотел бы с днем рождения поздравить. Надеюсь, сегодня день рождения? Или уже прошедшее? Нет, у меня будет в сентябре. Ага, ну, неважно, да. Спасибо. Вроде бы в Фейсбуке у вас для рождения было, я так понял, сегодня. Ладно, извините. У меня другой вопрос. Да-да. А не хотите ли вы сделать так, как во всем мире сейчас принято работать? Например, вот как Навальный работает. Он в банке открывает счет. Я вот человек, который... Я глубоко возмущен тем, что происходит в нашем государстве. И вы как человек, который единственный, вот я сейчас вижу, начинает бороться с этим. Да, я вас был парень, который с закупкой на электроэнергию тоже самые правильные вещи говорил. Я готов вам платить в месяц какую-то сумму за то, чтобы вы продолжали. Но продолжали действенно. Я понимаю, что у вас нет средств для того, чтобы вести эту борьбу. Я хотел бы спонсировать. Спасибо большое, да. Благодарю. Но, к сожалению, закон о предотвращении конфликта интересов это запрещает. Я не... Я пав? Благодарю за такое предложение оригинальное. Знаете, я прочла достаточно много литературы, которая говорит о том, что для того, чтобы эффективно работать с тем же самым Фейсбуком, с масс-медией, необязательно иметь много денег. Важно иметь интеллект, желание и работоспособную команду. У меня замечательные помощники всеми. Это Портнова Ольга и Полина из Саласпилса, тоже однопартийцы, однопартийцы, коллега, знакомствами с которыми я очень горжусь и которые мне помогают в моей работе по составлению, отбору и анализу информации. И я, конечно, буду еще учиться, потому что это мой первый опыт, первый год в политике, первый год работы в СЕМИ. Но, во-первых, я отчитываюсь о том, что я делаю, что я понимаю. И избиратели видят, что я много чего еще не знаю. Но я стараюсь, и я быстро учусь. И я, безусловно, за ту зарплату, которую я получаю и которую мне платят те избиратели, которые меня избрали, я ее отработаю. Уж поверьте. Любовь Швецова у нас в студии, депутат СЕМИ. Приверся ненадолго. Новости и реклама. Не переключайтесь. Еще раз добрый день. Любовь Швецова у нас в студии, депутат СЕМИ. От Факции Согласия. Вот мы как-то так подошли от того, кто возглавляет комиссию по бюджету и финансам, по налогам, к самой налоговой системе. Ну, понятно, что те политики, так называемые новые, которые сейчас пришли к власти, они до выборов чего только не обещали. Мы об этом уже тоже в эфире говорили. 500 минимальная заработная плата, там 500 необлагаемые минимумы зарплаты пенсии, и так далее, и так далее. Ну, после этого, как обычно это бывает, придя к власти, они быстренько, случилась с ними амнезия. Все, что они обещали, они забыли. Но, видимо, вот эти падающие рейтинги, те же новых консерваторов, заставляют, ну, хоть, по крайней мере, эти вопросы хоть каким-то образом начинать поднимать, дискутировать. Как вы считаете, вообще это правильный путь идти вот на подъем вот минимальной заработной платы, или надо, наоборот, не этим заниматься, а просто повышать необлагаемый минимум? И вообще, насколько это реально? Потому что мы знаем, какая экономическая ситуация, мы видим, что уже экономический рост уже больше никакие не 4%, а 2,1, деньги не резидентов уходят. Ну, так дальше я могу еще много факторов перечислять. Как вам все это видится? Мне это видится, что новая консервационная партия, по всей видимости, с программой минимальная зарплата 500 евро, пытается слегка почистить свой обветшавший, я бы сказала, и запылившийся мундир. Почему? Потому что рейтинги падают в европейский парламент, они не набрали голосов, не получили своего представителя, и они пытаются любыми способами, хотя бы каким-то образом подогреть интерес к себе, и сказать, что они не обманывают, и не обманули избирателей, что они их не использовали, а вот они стараются решать какие-то вопросы. Если мы говорим о том, что они до выборов обещали 3 раза по 500, минимальная, необлагаемая, и минимальная пенсия, сейчас они остановились только на одной позиции. Нужно понимать, что только сама по себе позиция, минимальная зарплата приведет к росту расходов предприятий, особенно сильно, безусловно, пострадает маленький и средний бизнес, и особенно в регионах. То есть, это будет самоубийство для малого предпринимательства или среднего класса, который находится в регионах Латвии. Нужно понимать в том числе, что это будет однозначно иметь и фискальные последствия с минусом в бюджете. Поэтому идея сама по себе без того, чтобы покрыть ее, а откуда мы будем брать доходы, не является жизнеспособной. Это очередной блеф, я бы сказала, и показатель попытки скрыть свою импотенцию перед избирателями со стороны новой консервативной партии. Потому как на самом деле реальный эффект для экономики, минимальная зарплата 500 евро может иметь только в том случае, если будет и необлагаемый минимум. Тогда это будет и для пользы для предпринимательства, и пользы для человека, который дарбо... ну, работник, который получает... Даемый работник, да. ...который получает такую работу. Без этого это не действует. И это лишний раз показывает на то, что новая консервативная партия пытается скрыть свою неспособность. Да. Вот, тем не менее, если мы говорим вообще о налоговой системе, ну, здесь, я так понимаю, разногласия внутри коалиции, поскольку премьер Каринч предлагает все переложить на 2021 год и вообще в 2020 году ничего не менять, с одной стороны. С другой стороны, мы, в принципе, видим, что есть совершенно такие разные идеи, то там поднять акциз на дизельное топливо, с одной стороны, с другой, может быть, даже рассмотреть возможность снижения цен на книги НДС, я имею в виду, и медикаменты. Все-таки, ну, такой определенный хаос имеется, то есть, нет четкой, внятной политики, а что, собственно, мы хотим в налоговой сфере, да, или, может быть, повторять те ошибки, которые, кстати, были допущены предыдущими авторами налоговой реформы, что вообще мы хотим? Я бы сказала так, что правительство и правящая коалиция создает впечатление о том, что из басни Крылова «Лебедь, рак и щутка», в которой каждая из партий тянет в свою сторону. Общие концепции развития государства, налоговой политики государства не складывается. Причем, нужно понимать, что налоги, и налоги, которые взыскиваются государством, это инструмент перераспределения доходов. И тогда, если государство и высший орган управления государством, кабинет министров, умеют расставить приоритеты, договориться между собой и определить, что для государства важно, что мы будем поддерживать, а что мы будем как бы ограничивать, то тогда и создается на этой базе основе налоговая политика. Если весь министр кабинетов, представляя руководящую политическую элиту просто-напросто, занимается, я прошу прощения, раздербаниванием бюджета, перераспределением, и абсолютно не думает о том, как заработать деньги, а только урезает возможности для разработки, вводя новые регулирования, дополнительные санкции, дополнительные лицензирования, штрафы, никакой лояльности от бизнеса не может ожидать такое государство, к сожалению. И как бы не пытались они перераспределить тот бюджет, до тех пор, пока правительство и те, кто в руководящей элите политической не научатся думать о том, как страна может зарабатывать, до тех пор у нас будут проблемы в экономике, проблемы с налогами и проблемы во всех важных отраслях для общества. Это снижение роста, экономического роста, 2,1% от ВВП, все-таки это следствие какой-то ситуации, на ваш взгляд, на мировых рынках, как нам пытаются эксперты рассказать, или это, в принципе, последствия нашей, мягко говоря, не очень умелой экономической политики, ну, в частности, как мы расправились, если так можно выразиться, со средствами нерезидентов, больше 10 миллиардов уже из Латвии утекли. Нас, правда, уверяют, что это особо на ВВП не отразится, но, может быть, все-таки отразилось. Я думаю, что это, безусловно, отразилось на ВВП, это отразилось на налоговых поступлениях, и однозначно сказать, что это последствия только внешних факторов нельзя, это в том числе и внутренние факторы. Нужно брать во внимание, что экономический кризис, который был в 2008 году, и который, по всей видимости, ничему не научил правящую элиту Латвии, он же дал очень много уроков определенных. В Эстонии тоже был экономический кризис, однако он был несколько месяцев, и затем Эстония предложила финансовую помощь Латвии, однако в Латвии кризис углублялся и продолжался, и можно сказать, что по ряду оценок экспертов, которые действительно не эксперты в кавычках, они считают, что просто-напросто экономика Латвии в прошлом, в этом году просто-напросто в начале этого года стабилизировалась после кризиса 2008 года. это не выход, это только стабилизация. И раздербанивание еврофондов, вкладывание данных денежных средств в инфраструктуру, оно не даст долгосрочного импульса для развития. Еврофонды стимулировали внутреннее потребление, внутреннее потребление стимулировало рост внутреннего валового продукта. результат, к сожалению, если мы посмотрим те же самые налоговые поступления от налоговых поступлений бизнеса в Латвии, хорошо, если набирается около 70% от необходимых для удовлетворения государственных нужд средств. 30% это подачки от Европейского Союза. Если эти подачки не вложены с коэффициентом полезного действия и с целью получения отдачи через какое-то время, а заложены с тем, что потом нужно будет содержать эту инфраструктуру на основании той экономики, того количества людей, которые в Латвии, того количества предприятий, которые у нас есть, без наметок на развитие экономики, это безнадежные мероприятия. Ну да, тем более, насколько я понимаю, и у нас каких-то таких интересных экономических идей нету, мы только продолжаем играться с акцизами, соревнуемся, как мы больше продадим алкоголь. Я понимаю, что нужно было как-то реагировать на эстонский кульбит, но тем не менее, это все, что мы можем предложить. Понизить акциз на алкоголь, повысить акциз на алкоголь, опять понизить. Понимаете, здесь вообще весь парадокс как бы долгосрочности и способов мышления правительства. Прибыль от акциза в принципе, вернее, заинтересована именно в этой сфере бизнеса и развития от тех, кто торгует алкоголем, имея только 20%. Абсолютно нет логики понижать акциз на алкоголь и повышать акциз на горючее, на дистопливо. Почему? Потому что даже при всех замечательных намерениях полученные средства направить на ремонт дорог, увеличение акциза на горючку вызовет автоматическое увеличение всех цен в стране. Подорожание жизни и автоматически вызовет инфляцию. И опять же, большую часть данной налоговой нагрузки будут нести получатели малых и средних доходов, а не больших доходов. Это повлияет на конкурентно способность бизнеса. Поэтому уменьшать акциз на алкоголь, который в долгосрочном промежутке времени вызовет зависимости, болезни, суициды, уголовные преступления, и увеличивать акциз на горючее, я не знаю, какой логикой, дальновидностью и талантом получения дохода в стране можно говорить. Мы понимаем, что, наверное, такой серьезный экзамен для правительства будет принять бюджет на следующий год, потому что, если бюджет на этот год было понятно, что он был во многом технический, пока там коалиция ссорилась и пыталась какого-то там премьера избрать, уже сроки поджимали и уже приняли то, что фактически чиновники предложили. Как вам кажется, что будет при обсуждении бюджета 2020 года и с учетом тех разногласий, которые мы сейчас наблюдаем? Я абсолютно не лелею никаких иллюзий относительно того, что бюджет следующего года предлагает кто-то иной, а не чиновники. И по большому счету бюджет следующего года однозначно его скелет и основа формировалась в прошлом году, даже не в этом. То есть, таким же успехом, исходя из дефиниции того, что бюджет этого года технический, то и бюджет следующего года тоже будет техническим. То есть, вы там не ожидаете каких-то революционных изменений, да? Я не вижу... Революционные изменения возможно только в том случае, если бы политики сделали домашние задания и в этом году определили, каким образом они будут зарабатывать или государство будет зарабатывать и на чем, и сколько заработает. Однако чиновники в этом году констатировали, что им не надо 100 миллионов доходов в бюджет от финансового сектора. Еще в прошлом году чиновники уже решили, что им не нужно 20 миллионов от налоговых поступлений вузов, которые преподают студентам на русском языке. Вместе это уже 120 миллионов. Однозначно 120 плюс-минус миллионов они были запрограммированы в позапрошлом году как получаемые и в этом и в следующем. Теперь их нет и не будет в следующем году. Внешний рынок уменьшается, сжимается, Брексит поджимает. То есть торговые войны, которые сейчас начались. Безусловно, они тоже оставляют свое влияние на экономику и Латвии, и как бы по большому счету и каждого члена общества. Согласно тех же самых заявлений, мы знаем, что в этом году планируют согласно программы уменьшения чиновнического аппарата господину Цитковским дефинировано, нужно было уменьшение государственного управления чиновничеством. Однако из 20 маленьких чиновнических контор в этом году была закрыта только одна. Вы понимаете, какие приоритеты в нашем государстве. Однако из школ в этом году в Латвии закроются 10 школ, и они не откроются никогда. То есть школы 10, а вот чиновничая контор одна и самая маленькая. Их было 20, которые были констатированы в 2017 году. Их нужно было уменьшить и уменьшить расходы на их содержание. Их нет. Та же самая новая консервативная партия обещала, что они ликвидируют приватизационную агентуру. Как была, так и есть, только сменила название на очень красивое и звучное по сессиям. А сессиям? Причем самое интересное, то есть люди остались, бюджет остался, 2 миллиона в год, из них 180 тысяч уходят на всякие разные технические мелочи, нюансы. Ну, согласись, название красивое, название красивое. Безусловно, но до тех пор, пока не будет производиться уменьшение чиновнического аппарата, эффективизация их работы, пока не будут использоваться инструменты, которые вызывают общество доверие к тому, что уплаченные в налогах деньги тратятся эффективно и на действительно на нужды тех, кто нуждается в этих средствах. А не, допустим, если у нас приоритет красивое здание Кабинета Министров за 600 тысяч евро, а не повышение пенсии, получателя минимальных пенсий, ну, тогда так мы и говорим, это приоритет нашего правительства. Приоритет правительства красивое здание Кабинета Министров. Приоритет хорошие зарплаты для высшего чиновничества. Приоритет сохранения чиновнического аппарата в том количестве, в каком он был с 17-16 года. А наш приоритет это в том числе и звонки радиоослушателей. Сейчас успеем принять еще один звонок. По меньшей мере, добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, Саша Швецова. Ну, вам слова уважения, как всегда, конечно же. Ну, вот слушая вас, и с утра вот был заренч по компоненту закупки, ну, приходят на ум только вот времена Махмопщины, когда вот самых главных там жуликов-аверистов кричали в атаманы их. Понимаете, вот Закатистова, Бондаса, их надо в одну сторону, а их в другую. Может просто довести в самом деле до абсурда и выходить с инициативой и наградить их, повысить. И вот, если вспомнить немножко лирики еще, был такой фильм «Покаяние» когда-то, во времена перестройки, Тенгиза Абуладзе. И там, когда, значит, времена Сталиншины рассматривались, так там один персонаж предлагал, давайте доведем все до абсурда, во всем признаемся, что всех убили, всех зарезали, все. То есть вот, когда смотришь на наш эстеблишмент, тут только два варианта. Ну, помимо главных их линии в свои карманы, два варианта. Либо там здравого смысла вообще никогда не было и не присутствовало, либо просто люди хотят довести до абсурда, когда мы вообще не будем понимать, кого награждать надо, кого понижать. То есть люди воруют, грубо говоря, а их в комиссии, их, значит, ну вот как-то все-таки, значит, как вот на это реагировать хотя бы? Спасибо большое, да. Ну, знаете, мое видение реакции заключается в следующем. Господин же Бондарс не просто так всем попал, за него проголосовали. И за Катистов, кстати, тоже. И Господин из Катистов тоже не просто так пропал, и за него тоже проголосовали. Значит, они умели рассказать людям и показать людям именно то, что они считали важным, нужным, и они оставили это впечатление на людей. Таким образом, моя задача показать, как сказать, сказать людям, что нет, король-то голый, и господин Бондарс голый и прикрывается картинами своей супруги. Избиратели, пожалуйста, Пожалуйста, посмотрите на это, увидьте это, услышьте меня и подумайте, будете ли вы в следующий раз покупать картины или этого господина, или не будете. Потому что в любом случае любой депутат, как бы мы ни говорили, это тоже способ подачи себя, подачи информации и подачи тех идей, которые ты представляешь. Если ты можешь аргументированно показать наготу противника, ты уже выиграл. Ну что ж, нагота противника это интересно. Спасибо большое. Депутат Сейма Любовь Швецова у нас была в студии. Благодарю за внимание.